Сказать, что такое GDG, что такое Google I.O. Как у тебя повышено, чтобы два человека из Омска поехали на конференцию Google I.O. Так, чтобы вас немного размять с самого начала. Кто знает, что такое GDG, поднимите руку. Погните руку, кто-то не знает. Кто-то, наверное, еще будет смотреть видеозаписи, поэтому про это стоит рассказать еще раз. Кто знает, что такое Google I.O.? Меньше, чем GDG, это очень круто. А кто хоть раз был на мероприятии GDG I.O. Ну или больше? Отлично. Ваши фанаты. Деда, ты и балки, я люблю GDG. В общем говоря, про GDG, конечно, стоит сказать, что это комьюнити, всемирное комьюнити про технологии Google. Технологии Google для разработчиков. То есть фактически здесь, наверное, большинство у вас как раз есть разработчики. Здесь на сайте есть ссылки. По ним, если у кого-то есть ноутбуки открытые, но я никого пока не вижу с открытым ноутбуком, можно перейти, параллельно моему рассказу посмотреть, почитать. Это будет хорошо дополнять. Или когда будете смотреть презентацию, когда она будет выложена. Вот эта ссылочка тоже посмотрите, почитайте, там все очень подробно написано. Если проводить аналогии, чтобы понять, что такое GDG, можно провести аналогии с субботниками, которые сейчас все присутствуют, все понимают хорошо, что это такое. То есть субботники – это мультитематическое мероприятие, прогрессные технологии, отличная возможность для горизонтального общения в рамках города. Google Developer Group – это комьюнити про технологии Google, то есть более узкое множество технологий, но как бы это и свои плюсы. Если субботники проходят в большей степени формате семинаров, и вот собирается, наверное, куда-то еще двигаться, там, или делать РКФ, возможно, и такие вездные мероприятия, то у нас проходит с самых разных форматов, причем очень много именно практических форматов. Хакатон, допустим, очень классный формат, где можно не просто послушать, а прийти за два дня и сделать какой-то свой собственный проект. Это, на самом деле, Хакатон, очень классный формат. Если кто-то из вас в нем еще не участвовал, вы слышите про следующий Хакатон, очень советую прийти и попробовать. Реально классный формат. И еще одно очень большое отличие того, что GDG есть во многих городах по всему миру, то есть это глобальная комьюнити по всему миру. На карте мы как раз видим, где это присутствие. В нашем, вокруг нас, видим, что в Европе порядка 50, их даже больше групп. Ну, сами все видите, да? И стоит сказать, что чуть больше, чем 2 года назад в Омске не было группы. То есть было такое белое пятно вот на этом большом регионе. И следующий слайд, пожалуйста. Поп. Попа. Он был следующим. Следующий слайд, на самом деле, он с вопросом. Потому что мы сказали про технологии, что GDG это комьюнити про технологии Google. А вот какие технологии Google для разработчиков вы знаете, да? Допустим, я знаю Android и Chrome. Все, их нельзя называть. И сейчас вот сыграем в такую игру, как бы, вы, кто назовет последнюю технологию, что никто не сможет добавить больше, тот получит классный приз. Давайте смелей. Называйте. Google Web Toolkit. Отлично. Google Maps считается? Считается. А Google? Yes. Maps считается, потому что у него тоже очень много разного API, и можно его использовать в своих проектах. Апишечка есть, уже считается. Google Maps API раз. Google Плажет. Прям вот есть такой специальный Google Кложе. Это язык или что? Это не тот язык. Это типа Гор? Это библиотека. Ну, засчитаем. Ну, библиотека. Ну, ладно. Кложе уже само себе не доязывает. За игру. Го, конечно, засчитываем. Google Транслет API. Google Транслет API. Google Транслет API, засчитываем. Ну, ладно, и будешь считать. Google Транслет API раз. Dart. Dart раз. Dart два. Picasso. Picasso это продукт для пользователей, у него API фактически-то и нету, поэтому Picasso не засчитываем. Google плюс API раз. Есть, отлично. Google плюс API раз. Angular. Громче, громче. Только-то? Angular. AngularJS. Ну, давай тоже засчитаем, потому что это как бы... Втягивание происходит, да. Чуть ли не сотрудник Гугла это начал, и сейчас это тоже очень тема популярна в GDG, хотя это как бы прямого такого отношения к Гуглу не имеет, но засчитаем. AngularJS раз. Google Cloud Messaging посчитаете? Да. Чувак смотрел лекции. Нет, если мы будем засчитать Google Cloud Messaging, то просто все фреймворки Android можно засчитывать. Да, ладно. Да, действительно, очень узко так сейчас. AngularJS раз. Google Glass. Google Code. У него есть API-шечка? Google Code это класс, но это не технология для разработчиков. Надо по 6 спрашивать, чтобы назовем. Да, вот там был Google Glass API. И что нам делать, мы можем похоже играть в этой группе с конечной. Да, давайте назовем какую-нибудь последнюю технологию на E. Кто-нибудь попробует извернуться и использует последнюю технологию на E. Или еще, как бы, ну чтобы API-шечка была. Ну, на самом деле, с API-шечками их на порядок меньше, чем просто технологий. Google. Google Cloud это тоже продукт. Google Calendar тоже как проект, как продукт. У него нет опишечки. У него есть? Ну, про опишечку ничем будет не было сказано. А он считается Google Apps? Google Apps? Apps Script, конечно, считается. Apps Script раз, два. Два с половиной. Blink? Двенадцать. Что? Блинк, как новый Blink. Blink? Ну, он слишком новый. Хороший компьютер. Я еще не узал. Потому что у них много чего нового. Человек подобный робот тоже, он, короче, не кайф. Ну, давайте, я в Script два с половиной. Compute Engine. Есть. Мне нравится этот классный компьютер. Compute Engine, да, это. Раз. Ну, это просто человек в курсе. Раз. Compute Engine два. Здесь много похожих. Google Docs API. Google Docs закрыт, не засчитывал. Да как? Google Docs классный. Google Drive, правильно. Google Drive, раз. Google Drive, опять раз. Google Drive, опять два. Два с половиной. V8. Вы специальные же? Ну, V8 мне нельзя не засчитать уже. V8 раз. V9 тогда. Нет, давай, семейство V6, не знаю, там, назовем. V8 два с половиной. С ниточкой. Три. Продано. Ура. В общем, вы получаете, Крингу выиграл. Перезайти, пожалуйста. И через буквально одну минуту вы поймете, что это три знания. А пока давайте следующий знания. Ну, вот, собственно, вот какие-то технологии вы можете видеть на нашем, как бы, логотипчике, да? Ну, вот здесь вот три точки, потому что, как вы все сейчас поняли, технологий, угла очень много, и они очень разные, по сути, делают как мир внутри мира какой-то. Очень много различных тем, форматов, всего такого. Ну, и, собственно, два года назад у нас появилась группа, чуть больше, чем два года назад у нас в Омске появилась группа, и это очень круто. Давайте немножко вспомним нашу историю, с чего у нас все начиналось. То есть у нас начиналось с того, что, ну, если так, более липерично рассказать, что в 2011 году проходила конференция Google.io, и я знал, что это очень классная конференция, мне очень хотелось на нее поехать, ну, если не поехать, то хотя бы доклады посмотреть. И я, заходя на сайт, увидел там, что есть такой формат Google.io Extended, когда собираются люди вместе, смотрят доклады, тут же их обсуждаются, едят пиццу, пиво или чай, там, неважно что. И я подумал, как же это классно, как бы я хотел на такой ивент сходить. Ну, в России вообще ничего не было, и в Омске тоже, соответственно, ничего не было. Ну, там было такое замечание, что, типа, если вы хотите, чтобы это в вашем городе было, то это все в ваших силах организуйте. И я вот решил, собственно, это сделать. В 2011 году мы провели наш первый ивент, это как раз был Google.io Extended. Вот это, он проходил два дня, это вот те ребята, которые были на второй день. Видите, нас было не очень много, но было очень здорово. И, собственно, с этого как-то и пошло наше комьюнити. Вперед. Следующий слайд, пожалуйста. Дальше здесь можно очень долго рассказывать, как такие ивенты у нас проходили. У нас там порядка 20 ивентов в год самых разных. И вот здесь можно посмотреть фотографии с этих ивентов. Сейчас мы не будем это делать, вы сами это сможете посмотреть. Можно здесь, наверное, так сказать, что в каком-то мере это было такое безумство заниматься. Вообще стоит сказать, что это все, работа не оплачиваемая. То есть Google нам за это не платит, за то, что мы вот эти ивенты организуем. То есть это был такой энтузиазм. Было приятно находить, замечать, что этот энтузиазм как бы переходит на других людей. Что у них тоже глаза загорается. В общем, это все было очень здорово, хотя временами очень сложно. И здесь хотелось бы так сказать, что я вот часто слышу, что кто-то говорит, блин, у нас в Омске так все плохо. Нет, вот я знаю такую технологию, мне вообще не с кем поговорить. А вот в Москве тысяча ивентов по этой технологии. Омск не то место, где я могу себя реализовать. На самом деле, вы тоже можете создать комьюнити по своей технологии, в которой вам интересно найти. Даже если, я не знаю, если это какой-нибудь Ирланд, найти трех человек, которые в Омске тоже знают Ирланд. И это будет очень круто. Посмотрите версии. То есть комьюнити, на примере Европы, на примере всего мира, таких комьюнити существует очень много. Это очень круто. И это все в силах каждого из нас. Следующий слайд, пожалуйста. Ну и стоит сказать про наш самый большой ивент, про который, наверное, многие слышали. Осенью прошлого года проходил дефест в Омском государственном университете. По сути, если кратко говорить, это была такая первая масштабная бесплатная конференция в Омске, которая, по сути дела, была сделана энтузиастами. Потому что мы свободно от работы время приходили, три месяца ее готовили. И в итоге мы рады, что все получилось достаточно неплохо. Но для нас это, конечно, очень хорошее воспоминание. Мы гордимся, что этот ивент сделали в Омске. И должны вам сказать, что... Следующий слайд, пожалуйста. Сейчас я хочу, чтобы все заболели волосатого мужичка. Он появится потом на фотографии. И я хочу сегодня сразу анонсировать, что в этом году у нас тоже планируется дефест, что он планируется еще круче. Мы будем стараться это сделать. И я хочу сказать, что человек, который выиграл вот эту карточку, там у него написано пригласительный код на дефест. То есть он уже, по сути, гарантирует участие в мероприятии, которое будет осенью. Потому что на самом деле это очень круто. Потому что в чем самая главная проблема дефеста? Да, сложно попасть. У нас в том году было 500 заявок, а всего 200 мест. То есть просто подать заявку, написав вашу имя и фамилию, скорее всего, у вас это не... Ну, она не сыграет. Кто-то подаст более сильную заявку. Вот. Поэтому уже сейчас иметь инвайт, это очень круто. Ну, а, собственно, у кого пока еще нет инвайта, сегодня будут еще возможности их выиграть. И вообще следите за новостями в наших ресурсах. Очень будет много новостей. И не только про дефест. Держи с вами. И переходя уже к теме Google.io туда и обратно, стоит сказать, что есть такая традиция, она как бы просто традиция, что Google поддерживает какое-то ограниченное количество людей со всего мира, которые по всему миру занимаются организаторской деятельностью в GDG, поддерживают их тем, что спонсируют их поездку на Google.io. И вот в этом году, в 2013-м, мы с Алексеем вошли в то число людей, поездку которых Google поддержал на Google.io. И, собственно, мы съездили на эту конференцию, которая, как, наверное, многие знают, проходит в Сан-Франциско, в Калифорнии. И сейчас мы уже будем про это рассказывать, уже про саму конференцию, про саму поездку. Ну, я доездил первый раз, Алеша второй, поэтому у меня были сложности новичка. Я про них подробнее расскажу. Это Шереметьево аэропорт. В Шереметьево я столкнулся с тем, что в Омске, например, мне неправильно оформили посадочные талоны. Мне выдали один суперталон для того, чтобы лететь в Сан-Франциско и там получать багаж. Но в Шереметьево подошел к доброй тетеньке, мимо рекламы, Delta Airlines, и она мне очень сильно помогла, сказав, как же вам все неправильно оформили, я вам помогу, вообще заберите в Нью-Йорке багаж. Я летал первый раз международным перелетом, поэтому буквально пара советов, если вдруг кто-то когда-то куда-то полетит, никогда не берите стыковочные рейсы с часом между рейсами, потому что я видел кучу людей, которые пробегали мимо меня, как человек, который взял 4-часовой зазор. Они такие, нет, у нас сейчас самолет, мы хотим скорее успеть. Он полетел. Такое не раз было, я видел это на каждой пересадке, и я такой, фу, как хорошо, что я в 18-й раз поменял билеты и еще промежуток, я не попал в их число. Но вот это все не сразу мне приходило. Немножко еще о сложностях новичка. Я попал в совершенно другой мир, вот мы сюда смотрим, что мы там знаем про Америку. Ну вот мультики все смотрели в детстве, так или иначе, там Черного Плаща или еще что-то. Черный Плащ у меня будет неоднократно возникать, по ходу, рассказы. Ну, что я могу сказать? Все примерно так и выглядит, но только реалистично. И я не был готов к тому, что все будет как в мультиках или в голливудских фильмах. Честно говоря, смотря северокорейские новости, я больше верил им, чем голливудским фильмам. Там очереди с бездомной за едой, рабочей, которая протестует и так далее. Но мне пришлось немножко поменять свои взгляды. Это одна из прелестей, с которой мы столкнулись на улице Сан-Франциска. Люди очень любят свои машины, своих железных коней. Вот такая вот женская, а может мужская машина, я не знаю, но с такими ресничками. Это не гугл-автомобиль, но гугл-автомобили тоже уже ездят по улицам Сан-Франциско, я как минимум две штуки видел, без водителя, которая стояла на перекрестке, а потом тромалась дальше. Это было очень странно. Немножко еще такая банальная сложность новичка. Когда я приехал туда, я, например, не взял в переходниках американской розетки. Ну, кто бы знал, что нам привозят туда маги, а у них вроде дырки не такие. Я не подумал, что поехал туда, и я столкнусь с обратной ситуацией. И вот мелочей очень много, я когда-нибудь поподробнее опишу. Ну, не знаю, Алексей предлагал скрыть этот бесценный опыт, что люди набивали сами шишки, а я считаю, что лучше потратить время на другие вещи. Все равно про все не расскажешь. Про все не расскажешь, только про мелочи. Итак, немножко про Сан-Франциско, про мои впечатления. Я попытался описать такой метафорой. Город парков, будущего и хомо-хомлесс. Это бездомных, например, людей, которых там в том числе очень много. Немножко о системе публичного транспорта. Что потрясает в Сан-Франциско, это вот вроде бы американцы так любят свои машины, они убили общественный транспорт еще сто лет назад. Мы сейчас только приходим к этой мысли, что его надо убить. У них виток произошел синтезный на новый уровень. Сан-Франциско это город, в котором планомерно вытесняют автомобили. Их вытесняют на задворке. Это дорогие парковки. Это принуждение к паркованию на крышах. Бывает это такое. Это возможность выбрать себе любой вид транспорта. Вот если вы обратите внимание на нижние фотографии, я вообще не знаю, на чем движется это транспортное средство. Моторчик или выхлопной трубы у него не было. Может он просто крутит педали внутри, это модный велик. Обратите внимание на амфибию сверху в левом углу. То есть она просто дальше опять же поехала по перекрестку. Я уверен, что она дальше сядет на воду и поплывет дальше. Например, в Окленд или так далее. Обратите внимание на отсутствие пробок на дорогах. И на удачную парковку под большим углом. Сан-Франциско это город с холмами. Как устроена система транспорта? У них мало того, что по-другому организован, например, проездной. Это покупаешь такой билетик за 60 рублей. На нем в качестве диаграммы Ганта нарисованы линии, до какого времени будет работать. Те контроллер надрывает. И ты примерно до этого времени можешь ездить. При этом это стоит 2 бакса. Ты можешь съездить один раз, а можешь 10 раз. То есть в течение, например, нескольких часов кататься. Пересаживаясь с одной системы транспорта на другую. Что меня очень сильно поразило, это там есть метро. И в метро есть два конкурирующих метро на параллельме ветка. Они конкурируют друг с другом. У них примерно совпадают маршруты. Качеством сервиса, ценой, предоставленными какими-то допуслугами. Типа место для велосипедов, метро, какого-то выделенного. И это все к чему? Ну вы понимаете к чему. Драмвайные рельсы убирать нельзя. Вот я что хочу сказать. Пробок нет не только потому, что автомобилей мало. Дело в том, что город имеет квадратную гнездовую структуру. То есть людям, чтобы попасть в какую-то точку, не обязательно выбирать какой-то один маршрут. Они могут выбрать что-то из к маршрутов и проехать по ним. Тем образом, люди не конкурируют друг с другом за какое-то пространство. Это вообще особенность Сан-Франциско. Люди не конкурируют друг с другом ни за лавочки в парках, ни в очереди в автобусах. Кстати, они в них стоят. Это нормальная вещь. Люди стоят в очереди и не толкаются. Русские, к сожалению, могут знают хаки в этой очереди обойти. Этим можно пользоваться, но мне на третий день стало стыдно, и я старался перестать. Не знаю, насколько это вышло. Здание. Дело в том, что Сан-Франциско, это город не просто мультикультур какой-то, потому что у нас будут все культуры и так далее. Так вышло исторически. В этом месте сначала испанцы основали колонию еще 400 лет назад. Слева вы видите католическую церковь, оставшуюся, ну не от тех времен, но точно от пласта испанской культуры. Кальфорния же когда-то была испанской. После этого русские пришли на Russian Hill и сделали свой форт, и долго на всех грозились, и говорили, мы отсюда не уйдем. С другой стороны, англичане заползли из Канады и сделали в Окленде поселение. А потом приехали китайцы, когда началась золотая лихорадка, и сказали, у нас здесь будет China Town. Но там вот слева, снизу, может быть, видно домики с иероглифами. Половина надписей просто усыпана какими-то китайскими иероглифами. В China Town по-английски тебя никто не понимает. Ты можешь обратиться к кому-то. Ну там понимают, chicken, rice, bottle wine, ну и все. Это максимум, о чем ты можешь поговорить в этом квартале. Вот здесь есть рядом здание, вот такое вот Gazprom Style. Это китайский и еврейский культурный центр, в который ведет мостик из China Town. По-моему, там на нижнем этаже Хилта. Вот здесь малозаметная фотка, но просто отсвечивает. Это мы заехали в гей-квартал, там почему-то ножки торчали чьи-то так из окна. Классно. Экскурсионный автобус нас вез, нам сказали, что обычный квартал, ножки торчат из окна. Есть люди, у которых совершенно нет места, где бы они могли бы остановиться во всем этом прекрасном Сан-Франциско. Как мне объяснил один товарищ моей работы, в Сан-Франциско стекаются люди со всей Америки, потому что это безумно бездомные люди, потому что это безумно комфортное место. Хороший климат зимой, они не замерзают, и они живут в месте, где небоскреб. В 6 часов вечера город вымирает, и туда наползает homeless со всей округи, они толкают перед собой тележку. Вообще, такие люди, это было первое, с чем я столкнулся в Сан-Франциско, если кто-то следил за мной в ВКонтакте и видел, как я постил страшные вещи, там, о боже, это город бомжей и вообще страшно. Дело в том, что вечером, когда я только вышел из метро, мне надо было идти в домик, где жили ребята, но у меня сразу встретился городской сумасшедший, который махал руками, пытался кинуть в меня бутылкой. Ну, в общем, это было неприятно. Какие-то летали бумаги, горели файеры, какие-то парни в толстовках стояли вот так вот на углах. Ну, в общем, не очень дружелюбно все выглядело. В нем все совершенно по-другому. Парковые зоны. Это отдельный разговор. Дело в том, что весь Сан-Франциско, он просто перемежается парками. Вот это самый большой парк, Голденгейт парк. Я специально вставил эту фотографию, как символ того, что лавочки могут стоять, и за них не может, ну, не обязательно конкуренция, на них не будут сидеть алкаши, как бы и заниматься своими грязными делами. Ну, так может быть. Сейчас у меня чувствовала реакция про план какие-то грязкие проекты. Но извините, я не могу про это не рассказывать. Огромные парковые зоны, они усыпаны равномерно лавочками. Есть то, что коробит, например, мой мозг. Ну, я замечаю, и вы, наверное, тоже замечаете, часто за границей. У людей напротив в голове отсутствует гос Сан-Пин и Онищенко. Уточки, гуси, черепашки бродят рядом с вами. Можете гладить, трогать. Детям их можно гладить. Люди там могут сесть рядом с ними. То есть, я вот не могу здесь сесть на полу, ну, может, он тоже холодный, и начать вам рассказывать. Ну, то есть, я четко заметил, что люди, например, могут сесть на камни, на пол, начать с кем-то разговаривать. И вот эта вот внутренняя свобода, она отражается и в парках. В парках нет каких-то серьезных ограничений. Есть платные зоны повышенной комфортности, типа японский сад камней. Ну, это, скорее, уже предмет искусства. Но все остальное как-то проще идет. В городе тоже очень много маленьких парков. Я не буду говорить, что там нет ни единой бумажки. Нет, бумажки появляются. Но есть два главных источника, которые истреблены. Это никто не курит и никто не бухает на улице. Ну, то есть, я не знаю, где это делают люди, но я видел двух курящих, одного в форточку, одного за кустом в парке, чтобы никто не видел. То он бросил курить сразу, когда увидел меня. То есть, и... Да. Себе это съел? Электронную взорвалась. И, вот понимаете, вот эти вот вещи, они убирают два основных источника мусора. Например, я видел листочек из детской тетради, лежащий на земле. Ну, это некая случайность. Это не скомкал, человек не выкинул. Ну, вот такой вот момент. Еще немножко про парки хочется показать. Что это Proof Peak, что там есть реальные уточки, люди катаются на лодочках. На самом деле, в Омске я вспомню пару моментов, когда я такого достигал. Например, в парке в ЛКСМ, когда у всех людей хорошее настроение, на исходе зимы все ездят на лыжах, улыбаются друг к другу, запускают самолетики. Но это длится где-то дня три. И иногда на зеленом острове в особо жаркие дни, когда у всех тоже очень хорошее настроение, все катаются на лодках. Вот, у меня всегда возникает вопрос, почему весь год не может быть такое хорошее настроение. И еще немножко лирических водок про Сан-Франциско. Сразу внимание на вот эти штуки. Если кто-то смотрел фильм Обливио, вы должны были видеть такие... Ну, там мне сказали, что это было в Нью-Йорке, а это было в Сан-Франциско. Там стоят такие смотровые штучки, можно в них смотреть. Сзади стоит статуя Колумбы, как бы говорили тебе, смотри, плати 50 центов, смотри. Сверху, выйти на фотографии, это вот тот маленький кораблик, это Алькатрас. Он никуда уже не плывет, то есть там сейчас просто музей, на который возят людей. Ну и вот там дальше начинаются берега каких-то других городов. В Сан-Франциско очень много тумана. Есть особая туманоделательная машина. За золотыми воротами, вот за этой штукой, есть лагуна, окруженная горами со всех сторон. Там происходит... Она довольно соленая, какая-то сверхконцентрация соли, интенсивное испарение, в итоге получается чаша, из которой все время выходит туман. Где-то в 5 часов вечера дует западный ветер, и он начинает наносить туман на город. То есть иногда просто ничего не видать. Вы можете там... Мы жили на 25 этаже в гостинице, было раз, с утра просыпаемся, просто не видно низа, не видно никакого низа, с утра налетел туман. Такое могло быть и вечером. Снизу вы смотрите, вы видите своего 25 этажа. То есть он где-то посередине. На горку заберешься, туман перекатывается через горку, его можно потрогать. Ну, вот практически такой. Горка, наверное, 200 метров высотой, на нее велосипедисты залазят, едут через туман. И... О, это уже Леша. Да, давай. Ну, я бы хотел немного добавить к рассказу Алексея какие-то свои впечатления. Действительно, я был второй раз. Действительно, в первый раз у меня тоже было очень много каких-то негативных впечатлений, потому что, кто-то сказать, что Сан-Франциско – это очень сильный город контрастов. То есть там есть много какого-то такого не очень удачного, который... Да меня показал! Не очень удачного, который лучше избегает. А есть, наоборот, очень много классного и хорошего, которое... Вот здесь, наверное, как раз опыт много значит, когда уже представляешь, чего ожидать от этого города. Очень много красивых мест, очень туристический город, Golden Gate, Golden Gate Park, и вот все, что там вокруг, это красивейшие места. Но таких мест очень много во всем городе. и вокруг города. Как бы вокруг города, там вообще дальше южнее Силиконовая долина. Еще про Сан-Франциско стоит сказать, что вот есть такая метафора, и вообще про Америку, наверное, что все то же самое, но все по-другому. То есть вроде идея та же, но реализация другая. То есть, допустим, у них светофор, когда можно найти не зеленый, а белый. Это такой простой пример, но таких примеров можно очень много найти. И вот поначалу это какое-то вызывает чувство достаточно необычное, когда вроде все то же самое, но все по-другому. И еще, конечно, хочется сказать, что если вы поедете в Сан-Франциско, то имейте обязательно в виду, что 14-часовая разница это очень страшная вещь. Если вы ничего про это не позаботитесь, есть такая вещь, которая называется Jet Lag. Вы, если с ней столкнетесь первый раз, у вас может очень сильно показаться, что с вами что-то страшное просто происходит. Почитайте в интернете, что такое Jet Lag, как с ним бороться, если поедете. И это вам очень сильно поможет в поездке. Может быть. Да. Я думаю, можно дальше. Тут еще, я не знаю, ты бы рассказал про классную велосипедную экскурсию, как вы на этот пик забрались? Ну, это вот у нас вот это все GDG-комьюнити съехало со всего мира, собралось, и там не просто все приехали на конференцию, а еще очень хорошая программа организуется для вот этих гостей, приехавших для нас здесь. В этом году таким классным ивентом был GDG Bike Ride, то есть мы арендовали велики, причем велик 15 долларов, катаешься весь день, велик очень хороший, и вот мы, собственно, катались, вот эта фотография сделана, как раз там, там пешком практически на это место не заберешься, там на велике нужно очень долго карабкаться на гору, по дороге, и в общем, очень классный Bike Ride был, и не только Bike Ride был, сейчас еще дальше поговорим, правильно? Ну, чтобы впечатления были свежими, Леша, это был уже второй раз в офисе Google, а я первый, поэтому я выкладывал какие-то вещи, которые мне очень радовали, ну, типичная примета времени, или типичная примета места, в Google городке, это бесплатные велосипеды, раскрашенные в яркие цвета хрома, конечно, там под ними кроется старый шоссейник, но все они очень такие универсализированные, и здорово, я хочу просто провести параллель, если кто-то был в Академгородке в Новосибе, представьте территорию примерно такой же площадью, с той же идеей, но немножко с другой реализацией, как уже говорили, то есть там живут не ученые, а инженеры, и, соответственно, они немножко на техничили во всех этих кварталах, тоже такая огромная изолированная территория, на нее могут проезжать, я так понимаю, посторонние люди, но за ними очень сильно начинаются и секьюрити, если вы там без бейджика, без бейджика гости и так далее, у вас могут начаться серьезные проблемы. Вот я взял велосипед, покатался какое-то время, и ко мне через какое-то время объяснили, что я гость, на велосипеде мне кататься не стоит, потому что это для сотрудников, но такой момент тоже был, но если ты являешься сотрудником, у тебя есть соответствующие уровни допуска, красный, зеленый или синий, для тебя открыты все дороги, то есть ты можешь очень свободно, спокойно жить в этом городке, в котором нет ни холм, у нас никаких проблем с водоснабжением, стрижкой горячей водой, и так далее, я так понимаю, все уже проблемы решены, когда-то Ленин так мыслил, коммунистические городки, ну вот на самом деле, или там в 60-е, так представляли академгородки, какой формы они должны были достичь, ну вот это что-то максимально похожее, такая страна победившего физмата, я бы это назвал, то есть никаких стихов на стенах, зато роботы ходят, кто внимательно угадает, что это за река извивается по центру, если видно, за это инвайты мы не разыграем, да, это Иртыш, я уже второй раз в каком-либо офисе гугла, я все время стараюсь найти там такой стенд, всегда на входе какой-нибудь стыд развлекательный, подойти, найти там Омск, и короче сфотографироваться, потому что в этот момент охватывает какая-то тоска породника, ты понимаешь, что ты на другой стороне земного шарика, и он же там вращается через Google Earth, ты видишь, что, блин, это очень далеко, прям с той стороны земли, вот стой, а у них наоборот стой, я говорю, что я с той стороны, а нет, я тоже говорю, что я с той стороны, не получается, противоположный в любом случае, небольшой микс из того, что вы увидели, будет еще очень маленькая митляшка, если у нас получится с YouTube загрузить, но если нет, так нет, небольшие приметы, по Google городку рассыпаны некоторые здания, которые там называются строение 1 или строение 2, какое-нибудь там строение 43, я нашел несколько забавных примет, там я не буду, вы все, наверное, знаете, там рассказы про бесплатная еда, или еще что-то, это не так интересно, вот, например, такая примета, очень много находится мест, где стоит бюст какого-то мыслителя, или автора, чаще американского, стоит его бюст, на просе стоит лавочка, иногда рядом лежит стопочка книг, и вы можете сесть на эту лавочку, посмотреть в глаза этому уже великому человеку, и, например, каким-то образом пополемизировать, я видел людей, которые, ну, я сам посидел на лавочке, где там стоял бюст нитши, лежали книжки нитши на английском, у них ничего не понятно, вот, даже на русском, но, тем не менее, можно было посидеть, посмотреть ему в глаза, и задуматься о вечном, мысли о вечном навевает, конечно, самый старый сотрудник гугла, вот, он здесь на этой картинке, он считается там сотрудником номер один, так далее, в пасти держит розовых резиновых фламинго, я очень долго его искал, он на самом деле стоит на входе, но очень хорошо замаскировался листво, я, наверное, только на третий день его нашел, когда уже такой расстроенный, говорил, блин, где же тираннозавр, я приехал, чтобы с ним сфотографироваться, и его сфоткать, но вот он очень далеко где-то стоял, вот, ниже вы видите место у столовой, то есть, стоят какие-то деревянные лежаки, можете пойти в столовую и по бейджику там пройти, взять еду, пойти, сесть и кушать, где-то в такой приятной, тенистой атмосфере, там не бегают клещи, вы можете лечь на траву, то, что становится в последнее время в нашем городе дефицитом, возможность лечь на траву, такие мусорки оформленные в форме андроида, андроид, он говорит, выкиньте меня, сортируйте меня, ну, много что говорит, андроид является вашим таким спутником в гуглогородке, он вам подсказывает, как жить, здесь не очень видно, но нам довелось попробовать мексиканскую пищу, это выглядело так, кто-то поднял руки и сказал так, так, ребята, кто хочет поесть мексиканской еды, они когда не ел мексиканскую еду, ну, думаю, ладно, там, на самом деле будет европейская кухня, 10 или 20 там человек, которые реально это решили, в основном немцы, я и пара индусов поехали кушать мексиканскую кухню, вот там везде были знаки смерти какие-то определенные, черепа, вот такая вся эстетика смертельная, и надо было уже насторожиться и поехать есть европейскую кухню, но вот, я в городе уже ел буррито, но это было не буррито, вот, я там заказал себе что-то очень простое, типа там, цыпленка и хлеба, оно было настолько огненным, ну, слизистую приходилось отмывать потом очень долго, я думал, у меня голова сгорит, если честно, то есть настоящие мексиканцы, не понимая по-английски, готовили вам мексиканскую еду, это было что-то с чем-то, они сами это ели? не знаю, я не видел, было странно, они такие, так, подожди, я попробую, ну, да и Ваня, просто традиции есть, они кормят куриц, а сами это не ели, ну, кстати, может быть, но я понял, почему мексиканцы такие горячие, они не могут устоять на месте, когда такое съели, а здесь будет видео, я не знаю, как к нам, интересно, проиграть? Попробуй, клик. Интересно, на что? Вау, а, это не я кликаю. Алло, наверное. Алло, да. Алло, и пинай, осторожно. Ну-ка. Так, скоро нас спасают. Кстати, ребят, лэйфай заработал. Осторожно, ребята, не заходите. Посмотрим пару видео, потом заходите. Это небольшое видео, будет просто в начале входа в офис Гугла, ну, надо же посмотреть, с вешалки начинается, там, или в драмтеатре. Вот, это все дело. Ну, сейчас подождем, если загрузится. Я пока вкратце хотел сказать немножко про сотрудников Гугла, что я про них, про всех увидел, про какой-то там расовый состав. О, уже да заходит дело. Ладно, да посмотрим видос. Посмотрим, Я собираю. Это заикор 8. это 8 или 9? Вы слышите, да, это звуки Гугла офиса. Давайте я чуть-чуть порассказываю, а вдруг нам сейчас поставят какой-нибудь там другой браузер и так далее. Я просто чуть-чуть расскажу, это сейчас не так существенно. Про сотрудников Гугла, мы на них смотрели, я очень внимательно, мне хотелось что-то про них понять, они же там особенные какие-то все. что про них сразу скажу. Половина индусов. Из половины индусов 10% девушки. Как это выглядит в стандарте? Я очень хорошо запомнил позицию. Стоит у кого-нибудь Гугла офиса индусская девушка такая вся из себя и у кого-нибудь 10 индусов, такие как из ТБВ, такие. Они о чем-то серьезном говорят, но они все равно туго у индусских парней с индусскими девушками. Я думаю, они их прям из родины экспортируют. Остальные сотрудники это белые, мы не видели негров, я вот не увидел ни одного сотрудника негра из инженеров, это прям для меня было открытие. То есть даже фильм про Гугл, который я видел, там были сотрудники негры, там индусы были и так далее, но по какой-то причине их там не было. Белые представлены из следующих стран. Очень много поляков, очень много французов, ирландцы. Русского я видел одного. Вот, честно. И как бы, и то он не очень был рад. Ну, по крайней мере, в Mountain View по какой-то причине русских очень мало, но, может быть, им было сложно вычленить. Дело в том, что они стараются, я думаю, очень тесно интегрироваться, забыть про свою родину и так далее. Сейчас такое. Нет, нет, я перейду на другую сторону улицы. Это есть такой момент, я думаю, вы сами его замечали. Будучи за границей, по какой-то причине русские диаспоры намного хуже друг с другом общаются. Я считаю, что это большая проблема. То есть, не знаю, что я приехал, у него место отбирать. Ну, это такой странный момент. Для меня очень показательная была встреча двух индусов. Было такое задание GDG-шникам найти сотрудников угла своей национальности или своей страны, как минимум. И вот там были очень потрясающие моменты, когда один индус бежит к другому, там они пытаются заговорить, у них разные индусские языки. У одного маратхи, у другого хинди. Они не понимают друг друга, но потом приходят на английский, радуются, фотографируются. Хотя, в принципе, там соотношение было среди GDG-шников и среди гуглеров 50-50%. Ну, то есть, что ему этот конкретно человек сдался? Непонятно. Вот мне очень порадовала эта радость. То есть, никто из индусов не рассматривает, например, других индусов, как, о боже, они свалили, они предатели Родины, там, я не буду знаться, ну, отец в свою очередь, эти лузеры, которые там остались. Они, например, рассматривают, что индусы, что китайцы, мы передовые форпосты индусско-китайской экспансии. Ну, то есть, это нормальная тема. Мы вынесены вперед, люди. То есть, ну, мы поможем своим и так далее. Мне вот эти вот вещи, с одной стороны, думаешь, кумовство какое-то и так далее, а с другой стороны, блин, нормальные отношения, китайцы, приезжая, попадая в чай Наталом, он встречает очень приветливую встречу, может до конца жизни не учить английский язык. Ему найдут работу, и вот, ну, непонятно, насколько это плохо или насколько это хорошо. Нам повезло? Ура! Давайте! Это же дежищный, просто. Сейчас мы будем пускать через год. Боже, нам многое начало. Мужик несет себе в офис велик. Он на самом береге приехал, он его оставит в офисе, пойдет кататься на место. Вот эта потолок я специально смяту, вот эти жабы, и все. Очень похожий, сейчас буду делать комплимент, очень похожи потолки на местные. Это модно на самом деле. Везде какие-то такие инженерные технические конструкции, которые создают у меня атмосферу старинетейного завода. Но при этом так интересно, ну, звук металлический в определенных местах так стучишь, он отзывается тебе. Давайте дальше. А, это не на мой взгляд. Оп. Это GDG органайзер с вами. Вот с Лешей рассказал про офис гугла, и на самом деле вот в этом офисе гугла как раз и происходил проходил организаторский сайм GDG. Про офис гугла, наверное, стоит сказать, что это вот как раз находится в Mountain View, то есть это то место в силиконовой долине, откуда как бы и пошел гугл. Сейчас у них там это называется гуглплекс, там огромный очень кампус, таких вот блоков, как вот этот, там, не знаю, порядка, короче, десятки. И вот именно в этих местах и проходил этот саммит. Ну, на самом деле это очень приятно, когда такие вот вещи проходятся в главном офисе такой крупной корпорации. Очень приятно так побывать. Есть ссылка на сайте, тоже можно прочитать про саммит подробнее, там какая была программа, ну, то есть все подробности про саммит, если вам интересно, тоже можно найти здесь. Я кратко расскажу. Следующий слайд. То есть съехали с организатора со всего мира и два дня обсуждали самые разные темы в различных форматах. То есть первый день это было больше выступлений как семинар, как просто... Ну, лично выступление. Течет оуков, так скажем, то есть кто-то рассказывал, какой-то свой опыт передавал, кто-то задавал вопросы. Во втором день это был баркамп, то есть это динамически формируемая конференция, где сначала люди предлагают доклады, потом кому интересна эта тема, те идут и обсуждают. Очень такой прикольный тоже формат. И что делать на этом саммите? Обсуждались результаты прошедшего года, люди рассказывали о их достижениях. И планировался следующий год. Стоит сказать, что была просто шикарная атмосфера, когда люди вот так вот со всего мира съезжаются, которые в своем городе, в своей стране занимаются какими-то такими вещами на чистом энтузиазме, когда они вот эти все люди собираются вместе, это какая-то территория запредельного энтузиазма, мотивации, и просто нет никаких проблем ни с общением, ничего. Главная может быть проблема для человека, приехавшегося туда, это английский язык. Вот это может быть самая большая проблема. Множество английских языков. Да, акценты и так далее. Люди приехали со всего мира. Достаточно непросто понять, но когда ты вот этот барьер проходишь, дальше атмосфера просто шикарная. Еще стоит сказать, что конечно Google очень гостеприимно встречал всех приехавших организаторов условия размещения, экскурсии и условия были просто шикарные. за что им, конечно, большое спасибо. И какие-то такие, было до этого дня, все тоже рассказывать не буду. Такие-то такие некоторые истории хотел бы подчеркнуть в качестве таких примеров. Допустим, там я пообщался с человеком из Палестины, который в Палестине делает во время фактически военных условий в их ситуации организует вот такую просветительскую деятельность образовательную фактически в условиях войны. И даже Барак Обама приезжал когда в Палестину, вот этот парень, Акрам, он встречался с Бараком Обамом, не в Деме они встречались, там несколько людей было, но они все обсуждали проблемы как бы развития образования и вот такой деятельности молодежи в Палестине. Делом занимались. То есть вот такие люди приезжают на саммит. И с ним тоже было очень интересно пообщаться, как в их стране это все происходит. И вообще стоит сказать, что у нас в Омске все на самом деле очень круто, даже из странников, по всему миру. Это правда так, на это есть как бы... Если подумать, почему так, то стоит здесь отметить, что допустим в Европе очень просто начать делать ивенты, потому что уже все готово, все есть. Вы можете прийти в какой-нибудь хакерспейс, сказать, я хочу провести ивент там, неважно, по андроиду. Он скажет, хорошо проводить. Оставь заявочку. Оставь заявочку, приходи, сколько тебе надо человек и спонсоров тоже надеете достаточно быстро. Вон там все спонсоры, все хотят тебя спонсировать. Они возьмут только 1% прибыли. Когда в Омске я вначале приходил и говорил, мы хотим сделать хакатон. Что такое хакатон? Зачем это вообще кому-то нужно? То есть у нас намного сложнее все это было начать. Но зато, когда вот в Омске пробивается этот порог, тебя уже за плечами такой опыт, что ты как бы, людьми с Европой общаешься и им можешь этот опыт передать. Они говорят, классно, мы эти идеи обязательно возьмем и у себя применим. А у них там обратная ситуация. У них легко начать, но дальше очень сложно, очень большая конкуренция. Очень сложно биться уже с миллионом существующих таких же комьюнити и так далее. То есть просто бороться за, чтобы пришло какое-то количество участников. Но у них в принципе тоже получается. Простой пример. Может быть комьюнити любителей версии какой-то одной AngularJS. И оно будет биться с другими комьюнити. Ну это реальная тема. То есть люди, которые там разные версии одного языка, C-шарпники одного разлива против C-шарпников другого, то есть которые против новой версии. Такие тоже были. И стоит сказать еще, что из мирового опыта такое часто в мире происходит, что вот есть GDG, такая достаточно всеобъемлющая комьюнити. Из него выходят специализированные комьюнити по андроиду, по Java, по Dart, по Go, почему бы то ни было. То есть если вы чувствуете, допустим, что вам какая-то технология, вот именно вам очень сильно интересна, почему бы не сделать андроид комьюнити в Омске? Это называется андроид юзер групп. Их точно так же очень много по всему миру. Они точно так же когда-то встречаются, собираются в каких-то конференциях на каком-нибудь дроид-коне в Берлине. И тоже все возможности у нас в Омске для этого есть, чтобы стать представителем такой вот новой волны андроид комьюнити в нашем городе, допустим. И еще говоря про саммит, еще одна история, допустим. Организаторы из Сиэтла выступали, рассказывали про их опыт, как они делают 500 ивентов за год. У них там тысяча участников. Да, это на самом деле. Кто-то когда-нибудь был в Сиэтле, кстати? Вот кто-то был, да. Я почти уверен, я знаю, что из люкса точно ездят в Сиэтле. Там реально так. Мне не очень верилось, когда я разговаривал с таким человеком, но он профпики показывал, фотки и так далее. Там что-то правда невероятное творится. Люди это правда делают не потому, что 500 ивентов за год даже в Сиэтле сложно сделать, они это делают потому, что они что-то знают, какие-то секреты. И вообще в целом надо сказать, что саммит наверное даже во многих вопросах и моментах покруче Google.io потому что много почему на самом деле. И в том числе потому, что там было очень много классных людей со всего мира, которые талантливые, амбициозные, которые чего-то уже добились, какого-то успеха, которым есть что рассказать. И все общались как на самом деле, и все там это так называли, это не комьюнити, это все называли семья. То есть все были настолько открыты друг другу, что на самом деле это было очень здорово. И потом у нас еще было автопати, что тоже было очень шикарным. Завершение первого дня. Следующий слайд, можно, пожалуйста? Ну вот там вот кто-нибудь если сидел, тоже какие-нибудь сраженные. Давайте пока про Баркан расскажем видео. Да, давайте начнем видео. Вот, я просто про Баркан скажу, там лежит просто табличка, как это все происходило. Вот нам нужно побольше таких штук и найти субботники в том числе. Классно получается. Люди, если хотят пообсуждать какую-то тему, пишут на бумажках вот эти вот все вещи, тему, которую хочу обсудить. Я написал, я хочу обсудить Android-оптимизацию с холиварным вопросом. Правда ли, что для гейтеров-сеттеров версии 2.2 Это мой, мой друг, Лукаш. 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 А, у нас два просто параллельных. Ну, пусть, наверное, там грузится. И хочется обсудить какую-то тему. Огромное количество людей предложил свою тему. Было не 3,3, а там 70. Вешается расписание, например, там, ну, несколько, как бы, аудиторий и последовательность. Ты можешь прийти, озвучить свою тему перед всеми. Там, я хочу обсудить Android-оптимизацию, круто ли удалять гейтеры-сеттеры. Пришпилил куда-то. Люди потом могут, ну, можно добавить какое-то голосование, там, если вы хотите убрать какие-то темы, если там, руками или ногами, если не совсем, ну, дурацкие, что подсеять. Можно не убирать. Люди будут сами голосовать приходом. Потом все рассаживаются, например, там, в 4 точки в углах. И темы начинают обсуждаться. Разные могут быть форматы. Бывает, какой-нибудь человек захватит всю повестку и просто вещает один. Бывает, что кто-то предложил холиварную тему, вот я попытался предложить холиварную тему и вот просто вбрасывал какие-то вещи, чтобы все это дальше продолжалось. У меня был первый баркамп на английском языке, да еще и про Android-оптимизацию. В итоге вышел там на одного индуса, который писал Android вот эту версию для Intel. Вот кто был на CodeFest, я тоже помню, там был стенд у Intel, их Intel Android-смартфон. Это был мужик, который в Intel разрабатывал вот это ядро для, или патч Android для Intel. Но потом свалил, сделал в Индии свой стартап, как бы, ну, на Android еще что-то делает, свою версию индусского андроида. Он очень много рассказал, и он, ну, у него было прям, из него не несло желанием поделиться со всеми. Мне еще повезло, что я на таких людей попал. Единственная проблема, конечно, всегда языковая. У меня, например, сидели на баркампе индусы и китайцы, индусы говорят прямо так, там, хилео? Пример между фразами, окей, глязь, take a picture, я теперь тоже так говорю. Именно так. Вот, они реально так говорят, их понятно. китайцев сложнее понимать. Вот почему мы не скоро еще включим видеомол с китайцами, потому что сложный английский. Мы, кстати, встретили там набор японцев из Киото, которые, помните, на Defeast Woman были, они там все тоже были. Они чуть-чуть подтянули английский, вот, но не очень. С ним было, на самом деле, вот, это пример языковой проблемы, учтите все английские. Им было тяжеловато, потому что они, что делали, они просто свой японский переводили дословно на английский. Получалось для нас, европейцев, ну, серьезная каша у них, там, другой строй и так далее. Вроде, слова отдельно непонятно, но вместе не очень. Но, радостная, благая весть, там была девушка из Tokyo, GDG, у нее отлично английский, она не прочь, у них там тоже здорово в Tokyo community. Пообщаемся с японцами, которые англоговорящие, хорошо, и, может быть, задавать вопросы, они будут отвечать. Вот, давайте видос. Привет, друзья! Лукаш! 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 Лукаш, hello to OMS! Are you extended? What's up? Hello to Octopipe. I extended in OMS, and I just met Alexei like a few hours ago, we had a really good talk about the collection. Упс. Нет, там было еще 5 минут видео. like a few hours ago, we had a really good talk about the connections between languages, like Russian and Polish. Let's talk in Polish. Ukraine too. And I'm not supposed to tell you that, but he offered me like a few liters of vodka if I speak in Polish, so I will do that. We have a great impression. it's a shame, it's not that you have with us. We have a hope, that you will be great to be able to experience during IO XTNF. A little bit! Спасибо! Спасибо! Bonjour! Bonjour! It was the best! It was the best! I think we would like to see you now. I will be able to enjoy! Yay! Yes! How's your fun? Yes! Yes! Продолжение следует... 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 С этим ничего не поделаешь, и в Омске тоже скоро будут классные стартапы. И следующий слайд, тоже вопрос, тоже с призом. Как вы считаете, как вы думаете, что нужно в стартапе в Силиконвале для того, чтобы добиться успеха? Ну, такое самое важное. Может быть, мы несколько человек наградим. Ну, прогнозируемая окупаемость, потому что кто-то должен вкладывать деньги, а за деньги надо... Нет, самое важное. Оригинальная идея, прежде всего. Два класса другого. Почтите, давайте по порядку, комментировать будем каждый. Оригинальная идея, на самом деле как бы да, но как бы нет, потому что идея ничего не стоит. Быстрая качественная организация. Скорость. Да, да, да. Нет, на самом деле тоже нет, а про двух основателей это на самом деле было классно сказано. То есть нужно именно, даже не один, а два человека, именно два. Один человек, особенно если вы в Омске начали делать стартап, вы погаснете, потому что среда вокруг вас, вас потушит. Нужно два человека, чтобы вы друг друга постоянно зажигали, двигали вперед. То есть на самом деле два основателя, это инвайк. Айя, поздравляю. Давайте еще варианты. На самом деле здесь еще можно много чего придумать. Аксей их не из головы берет, а из реального вообще. Да, я это не сам придумал, я там очень много с кем общался, как бы и это и в интернете можно найти, и люди про это пишут. Да. Пользователь? Нет. А ты как делаешь лично? Что? Ну, разговор в лифте там двух минут или одна минута. Это чтобы влюбиться нужно? Нет, это объясняющая идея стартапа. Ага. Ну, то есть уметь изложить свои идеи за две минуты? Да. Ну, на самом деле не так, чтобы прям самое важное, но тоже это цена, потому что... Почему? Потому что... Почему? Ну, инвестора надо. Да, потому что когда вы будете инвестором, допустим, презентовать, или кому-то, чтобы вы хотите, уложился у вас в проект, нужно сделать это очень кратко и очень хорошо. Да, и на пати надо ходить. Лучше всего инвестору в туалете на пати быстро успеть рассказать это. Да, да, да. В минуты. Так, давайте еще варианты. Дайте, пожалуйста. Еще варианты, вот про пати началось, на самом деле, это глубокая мысль, просто надо развить. Ну, вот есть у вас крутая идея. Есть у вас два человека в команде. Вы даже знаете, как эту идею реализовать, или знаете, где найти людей, которых реализуют, допустим. Вот он аутсорс может быть туда. Что вам нужно, чтобы ваш проект стал успешным бизнесом, который приносит деньги? Удача. Мешок денег от бабушки, да? На удачу всегда надо что-то больше иметь, чем удачу, чтобы действительно повезло. Связь. Связь. Надо вот эту тему тоже... Верюка, я не хочу, что я не понимаю. Что значит связи? Что значит связи? Какие связи? С кем связи? Коррупционные. С правительством, с программистами, с пользователями, с кем связи? С более опытным человеком, который поднимал кто-то там. Как там, кто-то может эту идею обобщить? За две минуты. Да, да, да. Ну здесь, поигадинский. Все. Можно знать, кому идти с этой идеей. Так, как это сделать? Ну, собственно, в этом-то и вопрос связи. Потому что, в принципе, все инвесторы, они занимаются разными вещами. То есть, они не правда интересны. Он должен совершать проблему. Ну, просто, когда тебе что-то нужно, нужно умение быстро найти людей, которые эти люди помогут. Не важно, где ты будешь стать. Ну, а что это? Френдинг, не знаю, в Линкедине или друзья друзей в ВКонтакте? Как угодно, не важно. Какие могут быть? Главное, чтобы ты понимал, что нужно сделать, чтобы быстро найти кого-то. Ну, в общем, прозвучало очень много слов про одно и то же. Никто как-то это суммарно не подвел красиво, поэтому инвайты вручить не можем. Но на самом деле очень важный фактор, это именно connections, даже лучше по-английски это назвать. То есть, это ваше уже знакомство с какими-то людьми, которые в производстве, допустим, могут вам помочь, которые имеют куда-то выходить. Короче, много людей в разных направлениях, которые вы можете просто даже обсудить свой проект. Они вам не то, что помогут, они хотя бы вам подскажут. Это на самом деле очень может многое дать. То есть, чем больше вы таких людей знаете, тем вам проще намного будет начать. Даже вдвоем вы начнете, вы найдете легко тех, кто этот ваш проект будет делать. Пользователи тоже будут приходить, потому что, ну, если у вас хорошая идея, да, если вы хорошо делаете, пользователи это как пастор следствия. То есть, на самом деле, вот эти connections очень важны. И там, на самом деле, очень много условий для того, чтобы эти connections не образовывались. И вот это, наверное, то, что очень сильно отличает Силиконовую долину, допустим, от Томска. У нас очень сложно такие connections строить. И такие connections строить так, чтобы ты помог человеку, и он помог тебе. То есть, обоюдно выгодные. Вот с этим, на самом деле, очень большие сложности. И, может быть, это российский какой-то менталитет, что как-то я помогу другому человеку, пока он мне не помог. Где-то это есть у нас. Я вас призываю, как бы, не бояться помочь другому человеку. И от этого будет, скажем, вам в итоге только лучше. И еще на тему connections хотел бы сказать, что все, наверное, знают, может кто-то не знает. Есть такая социальная сеть, так скажем, LinkedIn профессиональная. Она вот как раз на эту тему. Она очень хорошо отражает эту идею. Если вы там не зарегистрированы, если у вас нет до сих пор хорошего профайла, я вам советую сделать, это реально очень классная, очень продуманная такая социальная сеть. Именно очень хорошо подходящая, войти с ее официалистом. Так, наверное, будем по тему стартапа двигаться уже Google.io. Многие слайды называются «Мой первый что-то». Так, мой первый Google.io. Там было место, где можно было фоткаться с фигурками. Его нельзя послайдить, но это все равно длинный код. Я думаю, вы его узнали. Этого длинного кода в итоге кто-то спер. Наверное, он уже пересек границу Индонезии или Германии, я не знаю. Но потом еще его долго искали, все спрашивали, где же он, боже, надо поймать тех людей на таможне. Я успел сейчас с ним сфоткаться. Икосы не будет сфоткаться. Нет, нет, нет. Есть фотки позже. Там, завязанными глазами, я требую выкупа за кота. Там много было этого всего. То есть, с одной стороны, конференция на 6 тысяч человек. С другой стороны, настолько, вот как пчелки в улей все ползают и так далее, жужжат, там, не знаю, усиками друг друга трогают. Вот здесь примерно то же самое, только если усики на коннекшн заменить. Как бы объяснить. Не было такой формальной темы, что все пришли такие, в галстуках ходят и так далее. Но мне вообще это все нравится на айтишных конференциях. Но там это было все в некой законченной превосходной схеме. Дело в том, что коридорные посиделки, это не было просто дополнение к докладам. Я бы сказал, что доклады были дополнением к местам. Я когда ехал, я так не думал. Ксения мне говорил, что там кулуары это самое крутое. Ну я такой, ну кулуары. Ну будет у меня плохое настроение, не пойду ни с кем общаться. То есть буду доклады слушать, много узнаю. Вот самое важное, это были площадки. Я даже не знаю, это не просто площадки. Это у каждой технологии было, например, место тех толков. То есть висит расписание. Хотите задать вопрос человеку, ну конкретно, можете прийти там, посидеть разработчику ядра андроида и поговорить с ним о чем-то. Или там, я чуваку из Google Maps долго показывал наши дубльгиз. Мы выясняли, кто кого спер дизайн. Прямо заспорили на эту тему. Я вот им доказывал, что-то в Горгиз, ну, говорю, вот в России сделали приложение. Вот такие вот вещи могли там вполне происходить. У кого-то, я прекрасно видел, завязывались бизнес-отношения в таких вот кулуарах. Там много располагало к этому. Было очень много вынесенных круглых столов туда. То есть, например, презентуют какой-то новый продукт. И пришли люди, там известно, в 13.30, не обязательно в перерыв во время лекции. У них там будет краткий рассказ, презентация, сувенирка и так далее. Очень много таких площадок. Я вот хочу донести эту тему, что в России тоже все к этому движется на Т-конференциях, что вот эти дополнительные площадки, это не просто побочное место, где вы хотите отдохнуть. Не нужно все время сидеть в залах. Вот на Google.io мне стало это прям совсем очевидно. Немножко атмосферы, про количество людей, про то, как были формы и стенды. Все было три этажа. В Москве в центре, это такая здоровенная штука, где есть большой главный актовый зал, много маленьких побочных. Всего, как я сказал, три этажа. Самый третий этаж был весь полностью отдан на лодку по андроиду. Второй этаж был разделен между определенными стендами, там Google Maps, там AdMops, еще какие-то такие вещи. То есть вот примерно так все это, я там не могу под этим ничем показать, на вот той картинке, видите, как вот, например, закругляется какой-то стенд, здесь презентация, и Google пригласил очень много мелких партнеров. Например, ну там были ребята, которые предлагают, по-моему, Юля нам рассказывала облачную услугу, тестирование кучи андроид-девайсов в облаке. Ну, например, были ребята, которые продвигают такую тему. Они связаны, и они могли сделать свой презентационный столик, и к ним можно было подойти и пообщаться. Ребята из JetBrains, например, там были. Ребята из JetBrains это вообще отдельная тема, они поднялись прямо. Теперь в Африке буду знать, что такое JetBrains. Это третий этаж, вот здесь вот стоечки, вот там, кстати, где-то была JetBrains-овская стоечка. Я специально ходил в футболке с надписью по-русски, чтобы найти каких-то русскоговорящих чуваков. Но основу меня спрашивали, эй, ты из Польши? Говорю, это кириллица. А, я думал, в Польше кириллица. Ну и так расстроенно уходили. Но нашел парочку человек, в том числе вот так вот, собственно, Джейн Брейс нашел. Еще нашел одного руссака EZMOP и совершенно неожиданное у стенда Toyota, например. То есть почему-то вот там вот были. Были, кстати, представители арта компании. То есть вышел на улицу Google автомобиль. Google, например, не закрыл доступ к другим, там, о, другие автомобили не существуют. Был стенд Мерседеса, был стенд Toyota с презентацией их собственных СДК. Немножко персонали. Я вот хочу специально рассказать. Я сейчас немножко подгляну по бумажке, чтобы никого не забыть. Все, кто запомнит, вспомнили Филиппа, которого видеть из Деппеста, он немножко оброс. Вот, у него стало больше бороды. Ну, очки. Посидел на рамках. Да, посидел. Работа у него такая. Посидеешь тут. Ну, здесь слева, в верхнем углу, потрясающий чувак, который написал. И очень вообще много сделал для Google Translate. Это их там главный разработчик. Он полностью сам создал статистическую машину, которая работает с текстами в Google Translate. Про него вот отдельно хочется сказать. Мне было очень интересно с ним поговорить. Я долго спрашивал его. Вы вообще каким образом пришли вот в эту тему? То есть, у вас что с детства тянуло на переводы? Он говорит, ну, все просто сложилось. Я заканчивал там инженерный колледж. Мне в свое время там заинтересовала немножко статистика. А еще у меня жена лингвист. Вот. Как-то все так срослось. Много лет назад. И когда у Google еще так и начинался этот проект Translate, я про него слышал и пришел. Мне все было реально на коленке. То есть, ну, какие-то статистические словари неудачные. Ну, прям вообще все ужасно. Я, говорит, прочел хорошие книжки по статистике. У него нет никакого там математического образования и так далее. Купил, прочел. Подумал, покурил, написал какую-то первую машину. Она там плохо переводила, мы получили плохие пикбэки. Потом что-то улучшил, прочитал еще одну книжку, добавил. Ничего лишнего. Человек не знает, может быть, как матрицы перемножать. Ему это в статистике по какой-то причине не нужно было. Ну, этот человек сделал то, чем, я думаю, многие из нас пользуются Google Translate. Многие пользуются. Я с ним говорил, например, на такую тему. И, походу, выясняю, как работает статистическая машина. Как, например, перевести с живого языка на язык, если шагово так называть, с ограниченным словарным запасом. Мертвый или коленгонский, например. Каким образом можно все строить? Он открыл парочку завес, как происходит, например, адаптация под новый язык. Представьте, там, вам заказали новый исландский язык. Ну, у этой страны есть какие-то онлайн-СМИ. Публикуются в США новости о выборах Обамы. Соответственно, кое-где происходит прямой перевод. Ну, есть многие агентства, которые напрямую переводят. Или копипайсят просто целые куски. То есть используется свойство журналистики. Копировать текст без особых исправлений. Тут они думали об этой обратной связи. Но они могут вычленять. Они проверяют, Google Translate так же переведет. Ну, если примерно так же, то это неправильный текст. Нет, есть авторские переводы. И что происходит? Перед ними, на самом деле, криптографический какой-то непонятный символ. Ну, могут они вычленить слово Обама, Готт, еще и так далее. Определенное место в тексте. Они не пытаются изучить грамматику и так далее. Они исследуют связи между словами. Вот привожу, к примеру, популярную задачку. Вот есть у вас вершина, это слова. И вы начинаете линковать вершинки, если одно слово идет после другого. То есть это устойчивое словосочетание. И оно переводится определенным образом все время. То есть вам кто-то это подсказал, вы это увидели, оно заняло определенное местоположение. На самом деле, безумно простая идея. Особенно, если у тебя десятки тысяч серверов, ты можешь себе это позволить. Строить, по сути, такой огромный граф. Потом его определенным образом агрегировать. И у тебя получаются хэш-таблицы переводов определенного устойчивого словосочетания. По ним искать довольно быстро. Ну, это очень примитивное объяснение того, что на самом деле происходит. Там все сложнее. Если кому-то будет прям сильно интересно в это зарыться, он мне дал своих статей. А, ну потом человеку без PHD ничего не мешает пойти написать статью и опубликоваться в нормальном журнале. Потому что это его собственный опыт. Ну, вот, это было для меня какое-то открытие, откровение. Вот. Филипп был очень рад, он помнил про Омск. Это было очень приятно. Он всячески там всем, ну там, каким-то людям про нас рассказывал, с кем-то знакомил. Мне очень понравилось, как бы, теплое отношение. То есть, он не сделал там, он так вот гордо, о боже, у меня этих дефестов, завалите себе. То есть, такого ничего не было. Вот там вот слева пытались сфоткаться на фоне одного участника Google.io. Я с ним не познакомился, это не докладчик, но у него был... Это было очень странно. Я его видел два дня подряд, тут он был просто вроде бы участником какой-то инсталляции. Но у него был жетон, как бы, человека, который прошел. В общем, странный тип, типичный гик. Гиков было, на самом деле, очень много. Гики... Ну, у нас нет в Омске гиков таких, как там. У нас их вообще нет. То есть, у нас гики это люди с небольшими. Да они вообще нормальные, это мы, да? А там, у них это проявляется не только во внешнем виде, в особенностях речи. Они могут напевать песенки. Это так весело, у них отпустило мозги уже совсем. Здесь я сижу на Google Street View какой-то. Google Street View вообще очень активно презентовала себя. Это были, наверное, самые интерактивные стенды. Можно было посидеть, потрогать. И вот чуть позже покажу видео, как вообще происходят съемки панорам. Мне казалось, что это просто ездят машины, вот ездят машины. Но есть же труднодоступные места, которые очень сложно снимать. На снегоходе можно прокатиться, снять Антарктиду. И вот, может быть, на следующем слайде? Нет, к сожалению, не на следующем. Ну, я дойду до этого позже. Вот, можно это видео пока начать грузить. Мы слушали кино. Многие, я думаю, тоже каким-то образом слушают кино. Вот это начальный ключевой доклад, где выступают, ну, самые звезды Гугла. В конце там выступил Ларри Пейдж. Он отвечал на огромное количество вопросов. После этого, после киноута, вот на киноуте презентуют что-то. У меня оставалось общее впечатление такое. Рассказывают про что-то? Такое. 100 стартапов умирает. Рассказывают про что-то. 100 стартапов умирает. То есть, Google выкладывает фичи, которые люди весь прошлый год пытались запилить. Ну, я в частности, например, что-то там делал на андроиде. Он, хоп, выкатил новую пишечку для геолокейшнс. И, короче, это еще и чикнуло мой проект. Я очень грустно. Вот, теперь это двумя строчками кода. Ну, надо сказать, что исходники даже чем-то похожи. Вот, но я не буду думать, что они сперли мне их гитхаб. Я просто про такой момент. Действительно, когда ты делаешь какие-то некоторые стандартные вещи, в каком-то смысле с Google работать, бороться, бороться сложно. Но нужно вследствие этого искать области. Вот было очень много людей, которые занимаются областями, которыми в Омске вообще никто не занимается. Здравоохранением, медицина, это какая-то безумно перспективная вещь. Образованием школьным. Если ты попадаешь в какой-то школьный образовательный тренд, то там твои приложения рекомендованы. Дети в Индонезии сидят и учатся считать при помощи твоих приложений. Я вспоминаю приложение, которое победил на Хакатоне Google Web, которое складывало числа. На самом деле вот такие приложения могут попасть в особый educational store. Ну, такие или более серьезные. И у них будет отдельный свой собственный образовательный рынок. Рынки создаются. Убиваются стартапы, но рынки и создаются. Вот, к сожалению, нужно очень быстро реагировать. Не получится заниматься годами написанием движка, ядра и так далее. Нужно использовать вот эти верхушки, из них, из этих кубиков, собирать что-то очень быстро. Ну, это одно из ощущений, которые меня посетило. Давайте вот видос покажу. Если раньше в старину люди ходили с Люксаком, то теперь они ходят с такими штуками. Еда там не хранится. Ну, вот такие вот интерактивные штуки. Поэтому, если у нас по какой-то причине на конференции можно приносить роботов, машинки, которые катаются, или там станки, которые разговаривают, нужно обязательно это делать. Это потрясающе на самом деле. Я хотел немножко сказать о направлениях, которые выделил лично я. Заметил тренды, немножко модных трендов. Естественно, Google, так, у него бесконечное количество серверов. Он вступает в жесткую схватку и дружеские объятия одновременно с Амазоном. Они вместе заталкивают, наверное, человечество в облака усиленными темпами. То есть для того же андроида предлагались технологии, которые позволяют вам отказываться от собственных бэкэндов, которые будут стоять с вашими MySQL-чиками и ждать, пока там придут запросы от пользователей. То есть за плату сопоставимой с платы за электричество, если вы дома это поставите, вы можете получать очень хорошие бэкэнды. Причем у них есть для андроида, это, кстати, подойдет, очень урезанная, хорошая бесплатная версия. Пол гига, я думаю, многим хватит для многих хороших бэкэндов на андроиде. Ну, кому-то, может, нет, если у вас социальная сеть. Вот это вот андроид плюс клауд направленность, я ее прям очень сильно увидал. Она везде рекламировалась, она везде продвигалась. Я не знаю, насколько она оправдана будет. Но у меня есть ощущение, что за следующий год напишут очень много таких приложений. И какие-то приложения не смогут по самоокупаемости конкурировать с теми, которые подключили себе облачко. Ну, вот, причем готовое облачко, которое уже, в чем прикол, оно, блин, интегрировано в разработку, особенно в андроид студии, по-моему, видно. То есть, App Engine, оно прям такое, давай, сделай, бэкэнд, ну, то есть, нажми на кнопочку всего лишь. Второй момент, конечно, выход андроид студии и огромный успех JetFrames. То есть, ну, я поставил на работе идею после этого. Я очень долго держался за экрепс, вот, за надвинс. Я говорил, нет, идея для мажоров, и я сдался, на самом деле. Или стал мажором, не знаю. Просто та roadmap, которую выкатывает для развития андроид студии, она намного серьезнее, чем то, что, к сожалению, будет делать с эклипсом. Чувствуется, что в эклипсе плагин будут убивать, никто не будет вкладываться в его развитие, хотя, конечно, новые SDK будут для него выходить. Но все это останется на вот том, уже 5 лет песочном уровне, вот все ждешь, ждешь, когда там будет хорошо, и так можно ждать бесконечно. У меня приходили даже в голову мысли, господи, может, самому пописать какие-то плагины? Я пока не ощущаю все-таки моровый разработчик, чтобы в эклипсе плагин к андроиду писать. Вот, но вот это вот огромный спец JetBrains. JetBrains со своей участвовали в докладах, в ключевых, в начале сессии. У них были стенды. Они говорили, кто-то на хорошем, кто-то не... Они могли себе позволить говорить на плохом английском языке. Это очень серьезно. Их все равно... Ну, как французы на своем плохом французском английском языке. Их все равно все слушали с придыханием. И в этот момент я понял, что те же идеи пользуются люди не только в России. Ею реально пользуются люди по всему миру. И Google, по сути, под давлением людей, когда же будет от вас плагин, он выбрал. Это вот пример, наверное... Я после этого не захотелся учить успех. Компания JetBrains это... Это что-то с чем-то. Ну, вот такой выход на мировые рынки. То есть теперь они, конечно, заполняют все пространство. И другим идеям придется очень плохо. Ну, надеюсь, они что-то смогут сделать. Я готов вернуться на Nubins, если там будет хороший плагин. Такой вот момент. Еще пришествие игровых консолей и интерактив. Предлагается, как бы это сказать, настолько плотная интеграция с игровыми консолями. То есть вот есть такое серьезное направление. Ребята, бакэнды, серьезные деловые приложения. Это временно такая огромная открытая дорога для того, чтобы, не знаю, у вас стоит куча устройств. Вы такие вот сейчас, я нажимаю на экран, а тут фоточка взлетает. Или такой, щух, а у вас там на ваших смартфонах вот так вот делают. То есть коннекты между устройствами, их сопряжение, построение каких-то... Вот пришли люди, собрали несколько девайсов, у них получилась большая игровая консоль одна. Разошлись, разбежались, все в порядке. А пишечки к устройствам, которые можно подключать. Если кто-то разрабатывает игрушки, ну, стоит в эту пору взглянуть. Я тут не специалист, я совершенно в этом ничего не знаю, но, блин, я видел ребят, которые в первый же день Айо начали что-то писать и пробовали с устройствами, датчиками, которые там были. Их приложения уже работали, какие-то веселые игрушки. Ну, видимо, очень просто все делается. И два таких еще момента, которые я хотел сказать. Это большой упор на голосовые интерфейсы. Кроме, конечно, окей, для стеки, пикши. Вы можете... Нам показали, по крайней мере. Я не смог поговорить. Смог поговорить с хромом? Смог, да? Что я вас просил? А, в Раше? Да. А, он сказал Путин? Да. Блин, я что-то, значит, плохо задаю как-то вопрос. Ну, все, значит, это уже работает. Нам женщина представляла мой день, по сути, с голосовым пасковиком интернета, которому ты не набираешь что-то или не говоришь слова, он тебе предлагает какую-то выборку, а при помощи, по сути, графа знаний вам даются ответы на вопросы. Кого-то это может испугать, в том плане, что, блин, я хочу сам выбирать из первой десятки появившихся на странице выдачи. Где же право выбора? Ну, кому-то это совершенно не нужно, вы все равно кликаете на первую строчку, вам просто нужны быстрые и точные ответы. Нам показали, продемонстрировали день в другом городе, особенно это хорошо для путешественника. Ты говоришь со своим устройством, не обязательно с очками, да, с своим браузером, и получаешь ответы на вопросы там при помощи интегринговой системы. Как тебе куда-то проехать, как тебе пройти, кто есть такой, что это за животное я вижу. Ты можешь распознать его с фотографии, да? Собираются в кучку постепенно все инструменты, которые Google растопыренно очень делал. И все получается заканчивается на одной точке входа голосовом интерфейсе, с которым ты все больше и больше начинаешь разговаривать. Это есть такой момент. Для любителей фотографий, я привез полторы тысячи фотографий, мутных и не очень, часть вы их видите здесь, и долго разбирал свои фотки. Мне нужно было удалить, я 700 фоток оставил, я удалил мутные повторы, я удалил фотки с незнакомыми, непонятными людьми, которые случайно попали в кадр и так далее. Вот в G-Class теперь есть кнопочка, у меня остался исходник, я хочу сравнить. Загрузить полторы тысячи фотографий, можно будет нажмякнуть на одну красную кнопочку, сказать, сделай мне хорошо. Эта штука должна отобрать мне, убрать все красные глаза, все повторы, сортировать фотки по степени хорошести, я знаю этих людей наверх, я не знаю этих людей вниз. И даже увеличить контрастность, сделать более стабильными фотографии, которые размыты. Ну то есть, мне раньше придется париться, да нет, никогда не парился на самом деле, фотошоп. Я думал, что сейчас придется париться, я оставлял их мутные. Это тяжело. Будем честны, 700 фоток, заходить в фотошоп, что-то делать, кому это надо. Вот теперь будут кнопки для любителей. Опять же вопрос, блин, он за меня удаляет мутные фотки. Ну вот я сейчас хочу сравнить. Если лучше, чем я удалить мутные фотки, я, пожалуй, доверюсь этому искусственному интеллекту и продам всему с потрохами. Ну, все, наверное, мне хочется сказать про вечеринку в Facebook. Или ты расскажешь проще? Расскажи. Там, как нужно правильно делать. Ну, в общем, перед Google, Facebook такой, замутил вечеринку вечером. Ну, все такие, о, классно, еще же Facebook вечеринка, что там будет? Я думал, там будут лекции с Цукербергом. Вот. Но у нее могли пройти только с билетом на Google.io, с байджиком уже, с реганом. Значит, заходишь туда, и там тебе объявляются всякие конкурсы, там, типа, проходи пять дней, ну, там, три дня конференции в футболке от Facebook, на конференции сфоткайся, выложи это там в Facebook-группу, покажи, что ты действительно был там на определенных сессиях и так далее. Ты получишь приз. Были люди, которые, десятки людей, которые ходили в Facebook-футболках всю Google-айдер конференцию. Вот так. А, ну, а вечеринка представляла собой просто небольшой бар, в котором были напитки, там, музон, хавка, все, ничего. Ну, как бы ничего не было. Вечеринка в Facebook, когда дали футболки, идите три дня ходите на самое крутое конфе и Facebook-девелопер. Ну, то есть, это очень, очень, очень странно было. Вот. У меня тут, ну, это буквально вот такой расслабон про людей, лежащих на полу, а не только на полу. Вот эта фотография понравилась. Лежит чувак, у него в глазах, у него какая-то девушка смотрится рекламного счета. Ну, а это, я сфотографировался с первым автомобилем, на который установили Mercedes SDK. Я совершил свой. Так. Мой второй, я. добавлю какие-то такие впечатления, про которые Леша не рассказал. Про кино хочется сказать, что это, наверное, самый крутой доклад на конференции, это просто какой-то там, намного круче, чем сходить в кинотеатр или там на какой-то рок-концерт или что-то такое. Очень сравнимо с этим, но найти тематику мне близкую, и поэтому намного круче. Стоит сказать, что там вот перед кинотом творится полное безумие в Московом центре, то есть 6 тысяч человек участвуют, и все стоят изначально на первом этаже, кинот проходит на третьем, там получается сколько, 6 экскаваторов до верху, и нужно успеть занять классные места на киноте. Там такая очередь огромная, все там, в том году мы бегали бегом по ней, чтобы хоть какие-то места занять, где-то хоть немножко, где видно, что происходит на сцене, потому что там зал огромный. В этом году очень приятно, что для GDG сделали зарезервированные места в первом блоке как бы в зале. То есть мы просто пришли за 5 минут до кинота, зашли, регистрацию мы еще вечером сделали, прошли, сели. Мажорненько. Это было просто прекрасно. Кинот, конечно, был замечательный, Леша про него рассказал уже, я не буду сейчас обстоятельаться. Про саму конференцию хочу сказать, что вот тоже Лешина идея, что Google вот так вот на киноте берет и стартап вот просто как по кругу расстреливает всякие форскверы и так далее с какими-то новыми фишками. Ну не то, что расстреливают, но очень сильно усложняют их жить. И здесь хочется сказать, что на самом деле, если вы делаете софтверный стартап, у вас есть идея, то здесь достаточно все уже сложно. это как бы сейчас достаточно такой напряженный, ну красный океан, как называется. То есть там очень много сейчас конкуренции. И пример силиконовой долины показывает, что сейчас очень новое такое восходящее и хорошее направление, которое многие добиваются в нем успеха. Боевые беспилотники. Добиваются серьезного успеха. Это софтверно-хардверные стартапы. То есть когда вы не просто пишете какой-то сервис, а когда у вас есть какое-то хардверное сопряжение. Очень много сейчас примеров из Телеконовой долины. Допустим Square. Они делают... К мобильному телефону подключается специальная штука, и через нее можно проводить кредитную карточку. Этим сейчас очень многие пользуются уже в Starbucks, и Visa в них инвестируют. Это сейчас один из самых растущих стартапов в Силиконовой долине. И таких примеров на самом деле очень много. Это такой тоже совет, если вы будете любить людей. Про само конференции тоже полностью согласен, что доклады это не самое классное, что есть на Google.io. Они, как и в любой конференции, достаточно попсовые. То есть я сижу на Android, я чувствую, что записи я посмотрю, и я ничего не потеряю. То есть я был где-то на четырех докладах. Причем на двух из них не по Android. Это было даже интереснее для меня, чтобы новое послушать. В основном я общался с людьми в куарах. Там есть на самом деле два вида. Это Office hours, где сотрудники Google и других компаний им можно задать вопрос и с ними общаться на любую тему. А второй формат от Sandbox, где чисто сторонние разработчики презентуют свои проекты, свои решения, свой опыт и так далее. То есть вот я пообщался с ребятами из Square, это Джейк и Джиси. То есть может кто занимается разработкой под Android знает. Джейк это вот автор ActionBar Шерлов в библиотеке под Android. Джиси это тоже автор, может быть, менее известного, но тоже очень-очень крутого решения в библиотеке Отто. И вообще у них еще много очень разных решений. Мы с ними просто пообщались с Sandbox на тему, как они разрабатывают, какие подходы они используют. Я им рассказал про наше приложение, которое мы сделаем в Омске. То есть такой очень живой, интересный разговор получился. Очень, конечно, приятно было с этим ребятам пообщаться, потому что для меня какой-то ориентир. Да, у меня с моим профессиональным гостем. Вот этот человек, к сожалению, не помню. Не могу сейчас точно сказать, кого зовут. Но на Google.io есть всегда Ignite. Это как раз тот человек, который есть по всему миру Ignite, и который занимается в рамках мира организацией Ignite в разных городах. И вот на Google.io они тоже делали Ignite. Я с ним поговорил на тему того, что в этом году в Омске на Defex делали Ignite, что в этом году тоже планируют, чтобы это был уже такой официальный Ignite. Не просто наша самодеятельность под названием Ignite. И вечером чуваки заедутся и все. А чтобы это был настоящий Ignite, где слайды перелистываются автоматически, где все по-взрослому, и все как бы официально. То есть вообще кто не знает, что такое Ignite, на самом деле это тоже очень крутой формат IT, и не только IT. А даже я бы еще сцена сбрасывала тебя. Если бы не уложился в слайд. Да, чем-то похожее на этот формат. Ну еще вот, конечно, тоже крутые люди на левой нижней картинке, это Андриана и Иван, это те люди, которые организовывали, занимаются вообще организацией GGG-комьюнити в рамках мира, организовывали сами. Ну, короче, кто в Гугле конкретно занимается этими вопросами, с ними тоже было очень приятно пообщаться. И еще много с кем пообщался, на самом деле, порядка 30 человек где-то, с кем я отзываю, так вот хорошо пообщался. Например, среди их числа еще был разработчик Юнити, который там единственный россиянин. Причем мы с ним сначала начали разговаривать за темой Юнити. Достаточно забавная история. Мне показалось, что он чем-то похож на русского. Ну, нельзя же спросить напрямую, ты из России, а вдруг у него из России. Он как бы обидится в таком вопросе, да? И я как бы его начал рассказывать ему про то, что у нас вот в Омске, там, в России. И он такой, да правда, ты что, русский, что ли? И, короче, на самом деле, он за нас очень сильно порадовался, что у нас вот в Омске такая эти тусовка. Это был пример позитивного русского. Я ему рассказал про то, какие у нас игры делаются на Удумдере за два дня, что вот на Юнити, смотрите, он, короче, порадовался. И я ему предложил, чтобы такой ивент по Юнити провести в Омске. совместно с Юнити. И вот, возможно, это тоже у нас будет летом. Хакатон по Юнити, на котором связан с Андроидом. Ну, не важно на самом деле. Юнити мало ли на чем вы будете использовать. Можно использовать. Вот, возможно, приедет человек из Юнити, евангелист, который, ну, как бы, оттуда все расскажет. Я думаю, у них много есть бесплатных лицензий, подарочных. Так что, кому интересна тема Юнити, наверное, летом есть хорошая вероятность, что в начале осени будет классный релан. Ну, еще можно, много таких историй рассказать. Наверное, сейчас все уже подрисовали достаточно долгий доклад. Скажи два слова про то, как мы Омск пиарили. Да, на самом деле, мы хорошо распиарили город. Больше, чем все политики сделали для пиара Омска. Я вам серьезно скажу, то есть, ну, у людей... Ну, давай. Это такое волшебное место. На самом деле, правда, если ты в Омске смог чего-то сделать, у нас очень сложные реалии для этого. Там значительно все проще становится. Понятно, такое ощущение? И мы рассказывали про свой опыт, и он был, на самом деле, на мировом уровне, он был очень хороший. И рассказывали и про наших участников, и участники у нас тоже очень хорошие, у которых приходят. пара фоток нашего экстендера показали. Наши IT-сообщества, то есть у нас люди не избалованы, они горят с желанием что-то делать, что-то узнавать. Это очень круто, и далеко не везде есть в мире. Давайте вот эту атмосферу не терять, потому что это все очень может фатально кончиться. У нас были скорые, там была в Google Glasses и одна из Уфы уехала в свое время в Германию, там сейчас натурализовалась, и у нас как-то ну, зашел топик такой последовал автопати, очень мощный на тему, ну, практически на тему пора валить или не пора валить. Она, кстати, очень много пишет в жестовое, что пора валить. Способствует активной эмиграции людей туда. И, ну, мы очень много обсуждали. Она уехала в 2000 году, у нее очень свои специфические взгляды, но есть такой момент, она немножко вот, все у нее здорово, но у нас хотелось людей, которые все время постят плохие фотки про Россию, там, и так далее. И есть такой момент, что вот, а, там, злостный демотиватор, на вершине страничка ВКонтакте это только набор демотиваторов. И она подпитывает вот этой вот нереализованной собой в России, она подпитывает свое настоящее. Таких людей среди русских, которых уехали очень много, довольно мало. Вот действительно, чувак, извините, это такой редкий, положительный пример, когда парень к нам очень хорошо отнесся, да, то есть, ну, вот, это JetBrains были ребята, которые сидят у себя, делают хорошие вещи, не стесняются съездить, вернуться. И в ходе нашего разговора, я помню, что Айгулька это сказал, ну, я не знаю, за Москву или за Фу, но он говорит, Омск, это место, в которое бы я хотела приехать. Мы и так прорассказывали, ну, и не только Айгулька говорила. Да, и не только так Айгулька говорила. Ну, очень удивлением было большое для русских, которые уехали, что, боже, в России еще теплится жизнь, люди там не ходят в пещерную шкуру. Это было очень странно слышать, и в какой-то момент даже очень тяжело, то есть, ну, отказывание в полноценной жизни от нас здесь место пребывающее. Они были очень удивлены, что мы оттуда, с той стороны Сибири, они там покажали в Москве, в Сибирь сами никогда не ездили, потому что мы из Сибири добрались туда, и мы, там, не знаю, они говорили, ну, да, вот, да. Для них это было разочарование, понимаете, в чем дело? И, не знаю, вот есть такой момент. В Сибири живут люди с песними головами, да? Они делают под андроид, да, тоже песни. Все, 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 наверное, да. А, сейчас мы гугл глаз. Да, давай гугл глаз. Я? Я? Я, ты. А, в кадр был. Вошел в кадр через кадр. Ну, вот здесь, я, не знаю, фотка из какого-то рекламного ролика, очень, наверное, гугл глаз. Кто не знает, что это такое? Поднимите руки. Да ладно? Отлично. Это такие очочки, да? Там много классных роликов на хабре. Вот, там, о, боже, ты играешь девушке на укулеле где-то на вершине горы. Вот, это уже из более реалистичного рекламного ролика, чем можно заняться, видимо, смотреть видос в футбол, когда что-то девушка тебя говорит. Правда ли вымысел, все так или нет? На самом деле, хотелось нам узнать, или попробовать. Вот, из всех видео, которые мы нашли, вот это видео больше всего было похоже на то, что мы видели в очках. Нам, к сожалению, Леша Исащенко не прислал видосы, которые, ну, снимали из очков. Вот это было самое правдоподобное, но радо, что музыка не звучала. Давайте начнем это видео грузить А пока пару слов Я как человек слабовидящий пытался одеть на очки Google Glass, но мне было ничего не видать Размытый красный квадратик Здесь сбоку Ну, мне абсолютно ничего не понятно Вот когда мы стояли на очереди на Facebook Там был сзади нас дед какой-то Который был участником всех Google, а его вот так случайно оказалось И он У него были очки С диоптрием минус 4 И у него были очки Google Glass поверх одеты Он их подогнул, ну нашел фокус Я одел его очки, вот в этот момент у меня случилось откровение То есть я прозрел, я смог все видеть Их можно было одеть на мои очки Спокойно поверх, это не смотрелось там дико уродливо Они как дополняли, как оправа Наверное, сверху Было довольно удобно, но я смог там Поделать, сказать пару слов Но у него было не очень много функций Которые нужно было долго стоять и изучать Леша Исащенко Он носил Ну подскажи, я вру или нет У него подключено было к смартфону А смартфон был подключен еще к блоку питания Который, знаете, чтобы андроид долго не садился Ну человек, ну увидел Лешу А человек вот так делает Вот так все время У него вот так два кармана заняты И тут еще Google Glass Но он из них не вылазил На счастье 3 дня Людей уносило очень далеко И они действительно что-то там такое видят Что раньше чего это стоит все сделать Была одна проблема Даже две Ну то есть мое слабое зрение и залачи мое То, что их лочат при выезде из США Я хотел на самом деле купить Google Glass Но вот почитал на Хабри, что там были проблемы Россияне, которые провозили ручку из Таиланда Который снимал с скрытой камеры Недавно тоже прочел Я боялся попасть в эту ситуацию Мы не стали рисковать, но как бы это Мы успели записать какие-то видосы Я хочу про Google Glass добавить На самом деле в Сан-Франциско я бы себе по-любому купил такой гаджет Допустим, когда ты ешь по Golden Gate Или когда ты едешь по этой горке Прядом с Golden Gate Ты не можешь камерой записывать на ходу Когда ты качаешься с горкой 60 км в час на вельсе этой горы Это нереально А когда ты своими глазами как бы записываешь Что что ты видишь И другие люди это видят И многие так уже делают Это реально прикольный экспириенс Google Glass может больше, чем это Но мне бы вот этот экспириенс был очень прикольным И мне в Сан-Франциско Ну в любом туристическом городе Где много таких мест Каких-то развлечений и так далее Вот так вот А мне возможность видеозвонков Я видел люди видеозвонили Как бы ну там hangout открывали Как бы все нормально То есть можно да То есть одновременно кто-то будет По видеосвязи с вами общаться И видеть как вы видите сейчас ситуацию И вот как раз вот этот ролик Он где-то даже больше про этот Вот давайте его сейчас посмотрим Максимально похож Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok This is it We're on in two minutes Okay Glass Hang out with the flying club Google Photos of Tiger Heads You ready? You ready? Right there Okay Glass Take a picture You ready? You ready? Click! I'm nice I'm pretty happy I just früh I can t-shirt Okay Glass Recording videos selecting защиты Такое освобождение человечества. Большое слово, это бедя. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Дело в том, что очень много слабовидящих людей и нас очень сильно интересовало вопрос действительно присобачивания это к нашим диоптриям. Агрегируя сказанное пришло время. Я такой вывод писал, решил написать себе вывод. У меня вывод неожиданный. Окунувшись во все это, я что заметил? Получается, я сначала начал читать технологический фашизм. Нет, технократический физмат, это технократический физмат государства в центре Калифорнии, это абсолютная реальность. То есть, ну не знаю, я учился в 64-м, мечтал, что когда-нибудь попаду в такое место, да, там где такое будет. Ну не знал, реально ли вымысел. И когда я учился, еще таких штук, ну не было этого, еще гугл городка, там и так далее. Но мне хотелось, чтобы такое место обязательно где-то было. Чем-то напоминающий остров доктора Мора для злостных экспериментов. А чем-то довольно свободное пространство, где не будет гопников на улицах, которые там будут мешать тебе развиваться. Да, мешать тебе развиваться самое быстрое. На самом деле очень сильно пугает многих людей рационализация жизни. Это определенные видео слежения за тобой. Мне вчера отдельную мысль искал Андрей Гусев, что говорит, ну вы лишаетесь полностью анонимизации какой-то. И возможно люди не мусорят просто потому, что за ними слеют сотни камер, это безумно деформирует личность. Я не знаю, возможно это просто разумная плата за то, чтобы не было мусора. Может быть есть какой-то другой способ, чтобы люди не мусорили, но я пока не вижу никакого другого. Есть конечно опасность, что мы скатимся в старшего большого брата, в мир его рул и так далее. Может быть, но не всем же в них плохо жилось и были другие, не такие классные, добрые варианты развития мира. Я вот думаю о том, что мир предлагает нам много альтернативных путей развития. Можем видеть их разные там фундаментальные не очень товарищи, предлагают жить нам под одним, по одним законам и так далее. Вот эти законы, они не четок, возможно не самые лучшие, но по ним жить не интересно. Что еще заметил? Там очень много шансов. Не только там эти шансы, я приехал сюда, у меня такое ощущение, что шансы перетекли немножко вот сюда, они тоже где-то здесь роятся. Я просто их не вижу, не видел раньше. Я сейчас их вижу здесь намного больше. И их надо использовать. То есть если ты их не используешь, ты проигрываешь, через год Google зарежет твой стартап и так далее. Но ты не жди год, не откладывай это там, я запрогаю это завтра, а сегодня там, не знаю, фальшбанной или еще что-нибудь. Или вообще не буду прогать. Ну зачем? То есть это такой простой для нас пример. Это не только к проганию же относится, про многие вещи. Еще такой момент. Там вот резко стало ясно, что работа в Google это непредельная мечта у кучи людей. То есть Леша тоже про эту тему скажет, вот с кем общался. Вот люди на Google.io это не были куча людей, которые мечтают работать в Google. Вообще нет. Это люди, которые может когда-то там работали или вообще там не работали. Они работают во всех своих фирмах, делают свое дело, которое им нравится. И используют фишки, которые для них делает Google. Они его очень утилитарно рассматривают. О, здорово, эти парни запилили новую фичу. Для того, чтобы ней пользоваться, мне не обязательно идти туда и там работать. То есть вот это нормальный, деловой, рациональный подход. Они строят свою жизнь, ну не обязательно закладывая ее в той команде. А закладывая... Исходя из своих интересов. Да, абсолютно. Исходя из своих интересов только. И вот Google это определенная, это не вершина мира. Это плата в горах, от которого дальше легко отталкиваться. У меня, наверное, это самая, моя главная мысль в конце, что это плата. И мы здесь от того плата все равно можем отталкиваться. Ну вот, как-то так. Я хотел бы добавить, что не прекращайте верить, верить в себя, верить в людей, которые рядом с вами. И спасибо всем большое за сегодняшний день. Субтитры создавал DimaTorzok Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ